Здравствуйте, Михаил. Снова мы с вами встречаемся в Рязани, в вашем родном городе. Вы приехали из турне по Южной Америке. Во-первых, поздравляем вас с успешным выступлением. Два турнира и два первых места. Наверное, хотелось бы многим вашим болельщикам, ну и мне в том числе, узнать, как у вас, ваше впечатление, во-первых, о Южной Америке, в первый раз вы там были, не первые, и, конечно, о самих соревнованиях. Впечатление Южной Америки хорошее, очень, думаю, там, что не очень хорошо живут, там живут очень хорошо, тепло, там сейчас лето, очень понравилось там, ну и соревнования тоже. Двое соревнования успешно прошли, так что очень... Вы, первый старт у вас был в Чили, да? Да, первые соревнования были в Чили. Скажите, как, во-первых, насколько вам понравилась там организация, и вообще, насколько интересно, ну, вы первый раз были в Чили, да, я так понял. Ваше впечатление именно о чилийском турнире, давайте. Ну, организация хорошая была, в залах тоже все хорошо было. А борьба? Четыре сладки, все получилось, что хотелось. Ну, эти соревнования в Чили, они в основном были рассчитаны на результат, или все-таки на проверку каких-то домашних заготовок? Ну, да, у нас соревнования были просто, мы делали тяжелого ОФП, вот, и... Гамбы нас отправили, чтобы, ну, как, просто делали соревнования, бороться, поправить. Ну, и как ваши ощущения после, во-первых, как вы выразились, тяжелого ОФП? Насколько это положительно повлияло на вас? Ну, положительно, силы прибавились, вот, хорошо себя чувствую. Я посмотрел, в Чили вы достаточно быстро справились со всеми спортсменами, это связано, вы думаете, с тем, что у вас прибавилось больше силы, или все-таки немножко уровень был, ну, такой более спокойный участников? Ну, да. И то, и то. Участники. Ну, вот, финаль боролся с бразильцами, нормально. До финала, ну, через все. После турнира в Чили у вас был какой-то тренировочный лагерь, или вы сразу переехали в Уругвай? Ну, был лагерь, мы там все после турниров остались, вот, и... Два дня боролись, потом переехали в Уругвай. В Уругвай был, проходил, как бы, второй тур вашего, или вторая серия турниров вашего турне по Южной Америке. Как... Ну, все мы видели, что вы стали опять первым. Уровень участников, все те же были участники, или что-то поменялось, и как вообще обстановка в этом турнире была? Все те же были. То есть, в принципе, вы дружно переехали просто в другую страну? Да, они еще в эти выходные еще в Оргенте и в Уругвай боролись. А получилось так, что вы боролись и в Чили, и в Уругвай, и с одними тем же соперниками? Да, все были. Все были разные. Удалось ли вам, так как там сейчас лето, удалось ли вам покупаться в океане, или как-то отдохнуть немножко? В Чили там холодно, там тихий океан, там 15 градусов круглый год, потому что там холодное течение, а вот в Уругвай, там Атлантический океан, там теплая вода была, покупались. То есть, вы немножечко и отдохнули, да? Можно так сказать. А кто, помимо вас, от команды России был на этом турнире? Весат? Ну да. То есть, большой состав был, или... 60 килограмм Беслана Грана был, мы тоже выиграли там и там. 66. Я был и Камал Ханман Домяков. Угу. Вот. Он в этом... В Чили занял третье место и уже травмировал, и в Уругвай не боролся. А? В 73. Да, в 73. В 73 килограмма Алим Гаданов боролся, он перешел в нового веса в 83 килограмма. И в Чили он второе место занял, а в Уругвай третий. 81. Нифонтов. В Чили третий занял, а в Уругвай выиграл. Вы считаете? Угу. Да? Да, да, да. Ну, конечно, это тоже интересно, чтобы узнать. 90 килограмм Денисов выиграл в финале у Вопросова в Чили. В Уругвай Вопросов занял второе место, а Денисов травмировался. Угу. Вот. Вот. 100 килограмм Алим Гаданова второе место занял в Чили в Уругвай. А плюс 100 килограмм Фринад Саидов в Чили первый место занял, а в Уругвай в финале не боролся тоже. А руководитель команды кто был у вас возил? У нас Дмитрий Морозов и Хасам Металов. После этого турне по Южной Америке какие планы сейчас у вас и у команды российских? Ну, сейчас едем на сбор в Адлер, оттуда едем в Италию, на тренировочный фаль. В связи с тем, что перенесли чемпионат Европы на другие сроки, во-первых, во-вторых, в другая страна, ваш план подготовки к чемпионату Европы, он как-то изменился сейчас? Ну, я не знаю, он будет там бороться вообще. А, то есть еще в планах неизвестно будете? Будет близко к чемпионату мира. А если бы он был в апреле, боролись бы на чемпионате Европы? А в июне, может быть, и не будете, да? А ближайшие... Ну, после чемпионата мира. Ну, что-то новенькое для своих соперников вы готовите или... Конечно. Да? А кто в основном помогает в этой работе? Ваш личный тренер Андрей Попов или тренера сборной России? Ну, и в сборной, и лично тоже, когда дома. Все помогают. То есть у вас есть какие-то дополнительные заготовки? Вы их пробуете сейчас на турнирах? Или пока не особо их показываете? Пока только не тренировка. Пробуете, да? Чемпионат мира будет в Астане. Там вы точно будете бороться, да? И вы, как бы, основная подготовка идет именно к чемпионату мира в Астане. После турне по Южной Америке вы сейчас первый номер рейтинга Международной Федерации Цзюдо. Как-то это повлияло на ваше психологическое состояние? Или вы достаточно спокойно относитесь ко всем рейтингам? Спокойно, потому что я после турнира в Токио стал первым. То есть, ну, как бы для вас рейтинги не особо не влияют? Рейтинги не особо показать. В команде, вот я посмотрел, в российской команде сейчас 66 килограмм достаточно, ну, большая конкуренция, в том числе и перешел в эту категорию. Арсен Галстян, как-то это отражается на подготовке вообще? Или вообще среди тренеров как-то обговаривается, кто будет бороться на турнирах? Или пока, так сказать, никто не знает где и как, и все в одной команде? Ну да, у нас как бы одна команда, и тренеры все решают и говорят то, где борются они. Ну, вы как думаете вообще, это хорошо, когда такая большая конкуренция в команде? Или все-таки это немножко мешает сконцентрироваться? Я имею в виду, допустим, на тех планах, которые у вас есть. Ну, хорошо, не расслабишься особо. Вот, всегда нужно быть в тонусе. Кого вы можете отметить сегодня из команды России, кто, ну, я не беру вашу весовую категорию, просто другие весовые категории, кто, как вы думаете, может быть, ну, такой реальный претендент. Ну, и если вы вообще вот так рассматриваете реальный претендент на звание чемпиона мира в Астане, потому что последний чемпионат мира в российской команде, как я помню, не был чемпионом. А, круто, да. У нас все в призах были, так что любой может выиграть. То есть вы думаете, что как бы в каждом весе может быть. А те травмы, которые получили, вот ребята, вы говорили, что Денисов получил травмы. Ну, они не такие серьезные, там, недели, и они будут в строю. Как ваше сейчас самочувствие и после вот этого турне переезды, они как-то влияют на ваше функциональное состояние или психологическое? Да они уже привыкли к постоянной летанию, но уже привыкли особо. Какую-нибудь смешную интересную историю была в переезде в вашем турне по Южной Америке? Можете что-нибудь рассказать? Да ничего, не было такого. Ну что, в команде никогда не бывает каких-то интересных, забавных историй? Да бывает. Я что-то особо не помню. Ну, анекдот свежий какой-нибудь, который последний раз в самолете услышали или в самолете спали? С матом будет, я не буду. Ага, так это на чисто русском языке, да, будет? Ясно. Хотелось бы коснуться вот новых правил по экипировке дзюдо. Вы пока выступаете в кимоно, которое, ну, как бы, по правилам до первого апреля. Насколько, на ваш взгляд, хорошо или плохо то, что кимоно станет гораздо мягче? Как это вы уже пробовали с кем-нибудь тренироваться или бороться? Да, у нас есть у ребят в сборной уже новое кимоно. Ну, будет легче подворачиваться, поскольку оно станет помягче. Ну, не знаю, посмотрим, будут соревнования, они покажут, что как. Потому что на тренировке одно, на соревнования другое. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо.